Здравствуйте, меня зовут Елеман Жанай, я являюсь инвестиционным аналитиком компании Freedom Finance и сегодня мы поговорим о новостях фондового рынка. Давайте начнем. В начале и середине прошлой недели котировки нефти Brent торговались в диапазоне 62-64 доллара за баррель. В четверг страны ОПЕК и страны, не входящие в нефтяную картель, согласились о продлении договоренностей по сокращению добычи нефти до конца 2018 года. Две страны, Нигерия и Ливия, тоже вступили в этот договор, взяв на себя обязательство сократить уровень добычи на 1,8 и 1 миллион баррелей в сутки. Такой исход был полностью ожидаем и уже был отыгран рынком, поэтому котировки нефти не претерпевали особых изменений, в целом оставались довольно стабильными. Кроме того, будущий глава ФРС Джером Паул выступил за смягчение регулирования банковского сектора в США. Еще одним позитивным фактором является новость о том, что Сенат США одобрил законопроект о налоговой реформе. Данный законопроект, если будет утвержденно согласован Палатой представителей и Сенатом США уже в ближайшие дни, позволит американским компаниям разово вернуть около триллионов долларов обратно в американскую экономику по беспрецедентно низкой налоговой ставке. На фоне данной новости индексы Dow Jones и S&P обновили исторические максимумы. Если посмотреть разрезы, то выросли сектор финансов, телекоммуникации, промышленности и сектор потребительских товаров. Но переток средств произошел за счет секторов технологии и здравоохранения, где произошла небольшая волна коррекции. В то же время в СМИ появились новые сообщения о связях Трампа с Россией. После новости о том, что бывший советник по национальной безопасности президента США Майкл Флинн дал ложные показания ФБР. Это может стать поводом для предъявления президента США обвинения в препятствовании следствию, что может стать в свою очередь поводом для импичмента. Хотя конечный результат предугадать сложно, обвинения создают неопределенность вокруг президентства Трампа и его экономической программы. А теперь перейдем к новостям компании. Сооснователь компании Blue Apron Мэтт Зальцберг ушел с позиции генерального директора по собственному желанию. Его место занял финансовый директор компании Брэд Диккерса. Компания распрощалась с бывшим руководителем и сообщила, что будет продолжать свою политику в прежнем виде. ExxonMobil проведет реструктуризацию своей компании. Подразделения переработки и маркетинга объединятся в единую компанию в первом квартале 2018 года. Новая компания, которая будет называться ExxonMobil Fuels & Lubricants, будет заниматься вместе с своими филиалами закупками и логистикой сырой нефти, а также переработкой, поставкой и сбытом нефтепродуктов. Цены в онлайн-магазине компании Walmart были снижены до уровня цен компании Amazon. Стремясь вернуть себе титул лидера низких цен, компания Walmart снизила отпускные цены на товары, реализуемые в своих магазинах, до уровня сопоставимого с средними ценами компании Amazon. Сейчас цены, по которым реализуют свои товары компания Walmart, всего лишь на 0,3% дороже, чем на сайте компании Amazon, согласно исследованию компании MarketTrack. Компания AT&T и Time Warner продлили срок даты слияния до 22 апреля 2018 года, поскольку компания AT&T готовится к судебным тяжбам с Министерством юстиции США, которое оспаривает выкуп Time Warner за 85 млрд долларов США. Это показывает и свидетельствует о том, насколько терпеливым будет телекоммуникационный гигант своей миссии приобрести Time Warner. CVS купит AT&T за 69 млрд долларов США. Эта сделка обещает встряхнуть сектор здравоохранения, поскольку на нем объединятся крупный аптечный гроб и крупный страховщик. CVS оценивает акции AT&T по 207 долларов за акцию, поэтому владельцы получат 145 долларов наличными и 0,83 акции CVS Health за каждую акцию AT&T в случае реализации этой сделки. Недавно прошла волна повышения целевых цен со стороны инвестбанков. В частности, компания Bank of America Merrill Lynch повысила целевую цену компания VMware до 148 долларов. Целевая цена компании Roku была повышена до 50 долларов со стороны Needham. Также John Deere был повышен также до 165 долларов со стороны Argus. Jefferies подняли целевую цену компании Monster до 72 долларов. GoldenSax поднял целевую цену Amazon до 1450 долларов. Кроме того, рекомендация по компании Blue Apron была повышена до рекомендации держать со стороны Barclay. В качестве инвестиционной идеи мы бы хотели предложить ценные бумаги компании Disney, которая планирует расширить японский курорт Tokyo Disneyland, вложив в него более 2 миллиардов долларов США. Компания планирует добавить новые аттракционы, в том числе аттракционы, посвященные мультфильму Frozen и другие, не представленные в других парках. Мы рекомендуем покупать эту бумагу с целевой ценой 120 долларов при текущей 107, что предполагает потенциал роста в 12%. С вами был Елеман Джанай, инвестиционный аналитик компании Freedom Finance. Увидимся на следующей неделе. Субтитры подогнал «Симон»!